На нашу Родину, на Россию, на Российскую Империю возводят клевету разнообразные леваческие элементы, лево-криво-мыслящие люди, которые поносят нашу историческую Родину якобы как страну рабов, страну господ, выбирая и эту строчку из Лермонтова, исключая все остальное. И не зная, что эти строки Лермонтову не принадлежат, подписи его никогда под такими стихами не было, но тем не менее они были включены в программу советского образования, для того чтобы доказать, что начиная с декабристов, а то и со стенки Разина, с Емельяна Пугачева, в России главным содержанием истории было революционное движение. Вот якобы и Пушкин, и Лермонтов, и все остальные лучшие русские писатели, поэты, да и живописцы, музыканты, все сплошь были революционерами. Все достойное было революционным. Это было абсолютно не так. В России никогда не было рабства. Вот это надо себе усвоить любому, кто занимается русской историей. Рабства не было никогда. Конечно, были случаи, которые отклонялись от традиционной нормы, нарушали право, совершались преступления, порабощения человека. Это и есть преступление. Но больше, чем сейчас человек порабощен в российской истории, таких периодов не было. Вот именно сегодня, когда всех нас пытаются заставить получить клейму Антихриста, вот это и есть настоящее рабство. Но мы должны поговорить о том, что было ранее, и насколько лживы были историческая наука и литературоведение советского периода. Все эти домыслы, все эти глупости, которые осели в головах троечников, перекочевали в настоящее, и сегодня калечат мозги пострусского человека. Потому что русским он, конечно, станет только тогда, когда вернется к традиционному пониманию истории, литературы, культуры, и поймет саму ценность Российской империи в том, что должно составлять сущность русского человека. А если этого нет, то нет и никакого русского человека. Троечники все время вспоминают то, что у них осело в мозгах. Ну, не трудно было выучить, и я троечником не был, но не очень-то любил заниматься в школе литературы. Все равно помню некрасовские строки. «Вчерашний день, в часу шестом, зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя, и музея сказал, смотри, сестра твоя родная». Достаточно сильные стихи, особенно для детской психики. И в этих стихах олицетворяется вообще все, что происходило в Российской империи. Вся слава как-то вот отдельно, слава государственного строительства, слава русских военных побед, слава освоителей Сибири и Дальнего Востока. Все это исключается. А вот сущность государственного строя, она как бы вот в этих стихах оседает, осела в головах детей, которых воспитывали еще в советский период. И у меня тоже это зацепилось. И вспомнил я это при небольшом усилии памяти. Хотя, в общем, стихи наизусть учить никогда не любил. Все в этих стихотворениях ложь, вот именно в этом стихотворении ложь, потому что оно было написано в 1848 году. Наказание кнутом было отменено, полностью было отменено за три года до того. Поэтому на Сеной, в особенности этот центр Санкт-Петербурга, ничего подобного не было и быть не могло. Это литературный образ, который нам выдают за исторически достоверное событие, за обычай, который якобы существовал. Наказание кнутом, конечно, было. И там, начиная с Петра Первого, вот там ужасные какие уложения с клеймлением, с вырыванием языка и так далее. Но это была регламентация того, что существовало. И то же самое существовало и в благословенной Европе. Каждый либераст будет считать, что при Петре Первом, а тем более при Иване Грозном, на Руси была дикость, а Европа была такая просвещенная. И они сравнивают современную Европу с русскими старинностями и древностями. Поэтому у них так и получается ловко. А на самом деле в основе лежит ложь. Как и в понимании этого стихотворения. Но не стоило бы такое стихотворение публиковать, как раз сразу после того, как наказание бичом было отменено. Но отметим, и со времен Петра Первого, все эти ужасы, они всегда смягчались. То есть сначала они были регламентированы только по суду. Все эти наказания только по суду, а не по какому произволу. Хотя произвол тоже был, но чем прочнее становилась правовая система, тем меньше было произвола. И все эти ужасы смягчались. Они не были в традиции, они были редкостными. Они были для изуверов, на которых действительно, как пословица говорит, клейма негде ставить. То есть заклеймили уже все. На лбу клеймо вор, некуда ставить клеймо. Куда еще ему поставить клеймо? Мысленно пытаемся придумать какое-нибудь наказание для изувера. Все это уже когда-то было. Когда-то придумали, между делом, христиане придумали все это дело. Хотя и должны были бы в более мягкой форме относиться к изуверам. Ну вот по-другому нельзя. Ранняя правовая система не могла придумать, как расправиться с преступником, не убивая его. Ну вот хотя бы так. Все это было редкостным. И случалось непостоянно. Хотя были изуверы среди помещиков и позже. Но все смягчалось, и это было редкостью. И только в армии сохранились телесные наказания вплоть до конца XIX века. Но там это были дисциплинарные взыскания. И тоже жесткие были редкостью. Приводят также еще рассказ Льва Толстого, опубликованный в 1911 году. Называется «После бала». Тоже входит в школьную программу. И на многих детей впечатление оказывает. Сюжет простой. Офицер, влюбленный в девушку. Дочь полковника прибывает на бал, танцует, пьяный от любви без вина. И умиляется ее отцу полковнику, как он там тоже танцует, как он со всеми мило общается. А потом случайно видит того же самого полковника во время наказания беглого солдата татарина шпицерутинами. И с тех пор у него любовь как-то рассосалась, и на военную службу он решил не ходить. Простенький такой рассказик, который приводит как некую традицию. Забывая, что в содержании рассказа вот эта ситуация описывается как происходившее во времена Оны, довольно отдаленные, как минимум полвека назад. Действительно, в 1863 году были полностью отменены физические наказания для гражданских. Наказание для солдат оставалось за дисциплинарные проступки. Ну, а беглый солдат это дисциплинарный проступок высшего порядка. Это дезертирство. Дезертирство, ну как, на каторгу или поколотить? Ну, поколотить. Лучше иногда, правда, колотили до смерти. Ну, потому что вот не хотели брать один грех на душу, брали другой грех. К сожалению, но кто-то перегибал палку. И, возможно, вот тот сюжет, который был известен Льву Толстовому и связан с его братом, который ему все это рассказал, предполагал какой-то перегиб. Или вновь литературное преувеличение, выдумку. Но на этой выдумке, опять же, основывается представление о том, чем была Российская империя. Вот она не была этим. Нам все время приводят из литературы примеры, там, какой-нибудь Кабанихи или там Васа Железнова и так далее. Но это драматургия, это вопрос частный, для частного переживания, для выбора своей собственной позиции. А из истории нам приводят, что существовали такие персонажи. Ну да, существовали, только их сажали за решетку, за жестокое обращение с крестьянами. Отнимали поместье, сажали в тюрьму, могли на каторгу за убийство. Убийство – это преступление, кого бы ты не убивал. Вот так было на Руси, по-другому никогда не было. Просто так убить человека, будь он холоп или кто-либо другого, какого-либо другого сослоя, было нельзя. Это преступление, и за это наказывали очень жестоко. Ну и надо сказать, а что вообще такое рабство, что подразумевается под словом рабство. На Руси рабство и понятие такого раб – раб божий был, а вот холоп – это, конечно, не раб никакой. Хотя это и низшие сословия, это чернь, и необразованные, и так далее. Но чернь, она есть в любой деревне, даже в современной деревне есть чернь. То есть уроды, ублюдки, может быть, это одновременно и нищета, могут быть уроды из высокодоходных слоев населения. Но тогда, да, было какое-то расслоение, были низы их, были пауперы, как и везде. Как и в Европе то же самое, бродили толпы нищих, их там гоняли, сажали и так далее. Пытались тоже очистить общество от ненужных элементов, деградированных. А что с ними было делать, в рабов их нельзя было превращать. Вот не было такого, не было рабства. Рабство связано с отдаленными периодами истории. И тоже здесь нужно понимать, что раб был чем-то вроде военной добычи. То есть это человек, который взят в плен на поле боя, потерял честь, потерял отечество, потерял все имущество. Либо это захваченный город, где по каким-то причинам были очень жестокие конфликты с победителями. И что было, скажем, в Древней Греции, порабощали население всего города, то есть всех продавали в рабство. А рабство это значит полное лишение имущества и лишение гражданских прав. Ну, как нам говорят, раб был вещью. Нет, никогда он не был вещью и никогда он не был в таком статусе. Это тоже литературное преувеличение. Об этом греческие философы писали, но на деле это не так. Я все время привожу в пример историю, которая зафиксирована Платоном, когда некто убил раба. И его тут же связали, хозяин раба его связал и бросил в канаву. И пошел за охранниками, за стражниками, чтобы они его задержали. Но когда стражники пришли, этот связанный был уже мертв. Решался вопрос нравственный, он правильно поступил или неправильно. Вот то, что раба он убил, это очевидно было неправильно. Он нанес ущерб, не только лишил жизни человека, но и нанес ущерб владельцу этого раба. Ну, и вопрос однозначно решался не в пользу убийцы. И в таких случаях однозначно это считалось преступлением. И второй момент, а как рабы, что были на цепи, что ли, сидели? Нет, они свободно расхаживали, как и в Древнем Риме, так и в Древней Греции. И они были физически свободны, перемещались свободно. И если бы рабу захотелось уйти, то ему два дня пути, и он уже в какой-то другой стране. Но он не уходит, потому что, вот традиция была такова, его нигде не ждут. Родины у него нигде нет. Там, где она была, его с позором никто не встретит и распростертое объятие не откроет. Но если такое есть, то он может надеяться туда сбежать. Если дойдет, если у него хватит пропитания, откуда бы он его взял, и в каком статусе он будет появляться среди других людей. Он все равно раб. Раб, кстати, не имеет оружия, это единственное его отличие от гражданина. Если разбойники на него нападут, то ему нечем будет обороняться, они отнимут у него все. Поэтому рабство совсем не то, что думают о нем, особенно клеветники России. Вот, кстати, клеветникам России, это вот вся эта левоте, стоит прочитать соответствующее пушкинское стихотворение. Клеветникам России. И надо попытаться стать снова русским человеком, перестать клеветать на Российскую империю. И, наконец, у нас есть образец рабства египетского. Ну, как бы считается, вот классическая такая картина, непосильный труд, бичом там избивают. Они только и делают, что строят бессмысленные пирамиды. Это ложь. Это ложь. Ничего подобного в истории Египта не было. Ну, вспомним хотя бы исход Моисея и разноплеменной толпы, которую он собрал. Им же одалживали золото. Но они там якобы в рабстве были. Но почему-то египтяне им одалживали золото. Они одолжили этого золота сколько возможно и потом бежали из Египта. Может быть, им там жилось не очень весело. Может быть, они там были низшим сословием. Тем не менее, они не бедствовали. Никто там с голоду не умирал. А вот захотели основать какое-то свое государство, свои законы какие-то, поклоняться своим богам, а не богам Египта. Это уже совсем другая история. И откуда вот эта масса рабов? Понятно, что когда происходят войны, опять возникает вот эта неимущая часть, которую если кормят, то она должна работать. А зачем, собственно, ее кормить? Ну, это домашние рабы. Кстати, вернемся к Древней Греции. Демократические Афины – это 80% рабов в Афинах и в окружающих землях. 80% рабов. То есть, это действительно рабовладельческая демократия. Демократия с рабами. Вот она поэтому только и могла существовать, что было такое огромное количество рабов. Но еще раз отметим, эти рабы, если бы захотели, они бы стерли с лица земли здесь все. Но нет, это тоже была их родина. И рабство в Спарте, как бы вот антипод, тоталитарное государство, как его хотят представить современные недоумки, там рабов было совсем мало. Очень немного из тех, которые оставались при воине, который взял их в плен. Они потом служили этому воину, как бы считали своим долгом, они потерпели поражение на поле боя. Это мог быть грек или не грек, неважно, но это был раб, он же и оруженосец для воина. А на полях работали не рабы. На полях работали илоты, арендаторы. Они никогда не были в статусе рабов. Никогда. Это были свободные люди, были собственные демосы в переехских так называемых городах, периферийных, где жили илоты, не было никакого рабства. То есть и в древности вопрос о рабстве крайне непростой. В Египте очень просто образовалась масса неимущего населения, потому что наступала пустыня, она уничтожала место жизни многих племен. А жить они могли только рядом с Нилом, а там уже свое население, достаточно цивилизованное, более цивилизованное, более приспособленное к земледельческой жизни и более приспособленное к войне. То есть фактически это были добровольные рабы, которые приходили и работали за похлебку. И были счастливы, что так оно и есть. И искусство государственного управления в Египте состояло в том, чтобы вот эту массу продолжать кормить и приобщать к какому-то делу. Но поскольку египтяне сами работали на полях и они сами знали, как обрабатывать земли, которые лежали по обе стороны Нила, в пойме Нила и в тех заливных лугах, которые были плодородны. То куда девать вот эту всю массу? К какому труду их приспособить? Вот строительство, казалось бы, бессмысленных пирамид, но люди за свой труд получали похлебку. Они были просто праздными прихлебателями, а были вот в статусе рабов. Но это рабы совсем не те, которые нам представляются в воображении, как будто это какие-то тюремные заключенные, сидящие на цепи. Но не было этого. Вот действительно в тюрьме там рабство, в армии отчасти, если армия составляется негражданами. В тюрьме жесточайшие пытки, как мы знаем. В тюрьме никакого неличного пространства, неличного времени, ничего нет, чтобы составлял достоинство человека. Унижают именно для того, чтобы научить разницу между тем, что есть достоинство и нет достоинства. Вот сейчас мы превращаемся в страну рабов, реально превращаемся в страну рабов, потому что разница стирается между тюрьмой и волей. А раньше она была и четко прослеживалась. Еще раз подведу некоторые итоги. Во-первых, то представление о рабстве, которое нам внедряли советские историографы, не соответствует действительности ни в Египте, ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме. О Риме там отдельный разговор не буду здесь уточнять. Это совсем иной социальный или иные социальные институты, чем кажется, что был такой последовательный исторический путь от рабовладения к феодальной зависимости, потом к капитализму, социализму. Нет, такого пути в истории никогда не было. И, соответственно, того описания рабства, которое мы видим по советским учебникам, никогда не существовало. А в России и самого понятия рабства не существовало. Не было статуса человека вне тюремных условий, чтобы с ним можно было обращаться как с вещью. Никогда такого на Руси не было. А за преступление сажали в тюрьму, за унижение человека физически или морально ответственность всегда предусмотрена была. Хотя правовая система, естественно, не была такой плотной, но тогда и свободы было больше, поскольку того соглядательства, которое пытаются наладить в каждый момент вашей жизни сегодня, не было предусмотрено. Поэтому Бог нас упаси от такой правовой системы, которая заглядывает к вам в замочную скважину. А это все приближается, и задача наша не допустить порабощения той части населения, которая все еще хочет быть гражданами, а не рабами. Слава Руси! Господи спаси!